Вы наконец должны оправдать оказанное вам высокое доверие. Будем стараться, дорогой товарищ. Создать стили мы с вами научились, а вот в этом уроке мы с вами научимся создавать уже непосредственно сами переходы. Поэтому начнем. Добавляем здесь пустой слайд. Я указываю 4 секунды. Итак, вот здесь мы должны добавить обязательно два любых цветных слоя. Это может быть цветной градиент, неважно какой градиент, даже прозрачный слой можно добавить. Я добавляю два разных по цвету слоя. Это ни на что абсолютно не влияет. Просто один цвет будет означать у нас текущий слайд, а следующий цвет будет означать у нас завершающий слайд. Поэтому добавляем еще один цветной слайд. Пусть это будет вот такой цвет. И сразу надо указать здесь время. Значит, шелкаем на этом маркере. Время у нас и входящего, перехода и исходящего должно быть по нулям. Поэтому шелкаем здесь ноль, делаем ноль, нажимаем применить. Ну и здесь тоже уже автоматом уже стоит ноль. После этого можно уже не ставить, поэтому оставляем в таком виде. Следующий этап, это вот здесь указать нам, что используем верхний слой, как для исходящего слайда. А вот нижний слой, это будет у нас для конечного слайда. То есть вместо них у нас будут на самом деле крутиться наши слайды. То есть это будет первый слайд, это как бы будет второй слайд. Теперь мы добавляем ту картинку, которую мы намечаем использовать в переходе. В моем случае вот эта картинка, я шелкаю здесь. Конечно, эта картинка должна быть выше всех. Вот в данном случае выше всех. И вот давайте мы сейчас определимся, как я буду сейчас проходить. Я хочу сделать проход так. Данная роза будет у нас проходить снизу вверх, вот с нижнего угла в верхний угол. И так вот я размещу эту картинку в нижний угол, даже ниже. Еще уменьшаю вот таким образом. И на последнем ключевом кадре данная картинка должна находиться наверху. Можно также поврошать. Чуть-чуть уменьшаю. Вот давайте посмотрю, как это все будет проходить у нас. Вот таким образом. Я оставил снизу размер чуть поменьше, чтобы ощущение увеличения данной картинки тоже было у нас. Если сейчас красную картинку мы видим на экране, при движении вот теперь розы, у нас вот зеленая картинка должна за этой розой открываться. Но сейчас у нас, конечно, ничего не открывается. Но давайте, чтобы этого сделать, мы добавим здесь переход. Вот, шелкнем сюда, и поскольку у нас переход был снизу вверх, вот такого типа, вот такой же переход здесь и добавим. И вот теперь смотрите, вот переход у нас здесь. Если мы сейчас начнем движение, но переход начнется только в этом районе. Вот в этом районе. Поэтому нам нужно будет этот переход, конечно же, сместить сюда. Можно также и эту сместить и посмотреть теперь. Методом проб и испытаний мы должны сейчас добиться такого движения картинки, чтобы он не опережал. Вот в данном случае пока нормально. Так, ну чуть-чуть можно здесь... Чтобы отставание было. Вот теперь вот все отлично идет. И все. Вот теперь, как видите, открылась вторая картинка. Ну вот практически мы сделали все, что нужно. Теперь, если мы нажмем ОК, и сделаем сохранение этого перехода, для этого в сервис заходим и нажимаем на Создать переход. Переход мы будем сохранять в нашу папку. Вот пусть будет здесь Свои. Нажимаем. Так, здесь убираю галочку. Нажимаю Применить. Называется... Давайте название дадим... Так, Роза. И сразу туда же опять-таки. Ну, теперь попробуем применить данный переход к каким-нибудь картинкам. Ну, например, откроем. Так, вот. Допустим, здесь одну ставим. А здесь ставим вторую картинку. Контрол, удерживая третью. Так, ну, теперь давайте будем применять также эффекты сюда. Шелкнем вот этот эффект. Сразу применим. ОК. Закроем. А здесь у нас к двум картинкам применяется эффект. Ну, на прошлом уроке делали вот такой вот. Нажимаю Применение. Закрываю. Вот теперь между ними добавим переход. Так, шелкаем на переходе. Вот переходы открылись. И вот здесь мы найдем свой переход. В категории Свои. И вот у нас Роза. Вот теперь смотрите. Переход можем менять на 3-4. 4 секунд, сколько вам надо. Шелкнем пока. Вот переход у нас есть. Все работает. Вот так легко делаются переходы. Теперь еще один момент. Если вы захотите откорректировать, у вас ничего здесь путного не получится. Корректировать у вас в таком виде здесь не получится. Поэтому вам нужно открыть папку, куда сохраняются эти переходы. Они сохраняются, вот давайте открою я, на диске C. Надо открыть папку Program Date. Потом здесь надо найти папку Photodex. Потом прошел. Потом здесь идет transition. Это переходы. Кстати говоря, стили сидят вот здесь. И в кэше сидят. А вот тут у нас идут transitions. Это у нас переходы. Идем в кэш. И вот то, что мы назвали Роза. Идем в алфавитном порядке. После буквы P. Так, не P. А что дальше? Вот Роза. Вот у нас сама картинка. А вот PCH. Это у нас фактически файл презентации. Если вы захотите изменить, вам придется открыть именно этот файл презентации. и изменить его точно так же, как сейчас я делал этот переход. Вот открыли мы его. Вот смотрите. Вот теперь можете зайти обратно сюда. И, например, добавлять еще чего-то сюда. Или изменять то, что здесь имеется. Вот таким образом делаются у нас переходы. И в следующем уроке мы продолжим эту же тему. Сделаем уже другой переход.